Ааааа, у глаз попало. Кто в детстве ел пасту, кстати? Иранжевая Мехико, такие на... В Мехико прям, оказываюсь. Аааа, с гиарулоновой кислотой. Мицелин. Лёд, тянется. То есть, это новинки. Вот. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй. И сегодня у нас видео Фаберлик. Я, на самом деле, набрала много чего Фаберлик, то, что я очень сильно люблю и тем, что я постоянно пользуюсь. У меня уже появились кое-какие идеи, о которых я расскажу. И появились новинки интересные, которые я уже даже и попробовала. И осталась ими очень довольна. Сейчас я всем поделюсь. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, первое, о чем я хочу сказать, это то, что меня спасло. Как только я забрала, вот он, весь пакет покажу сейчас. Ой-ой, огромный пакет. В общем, первое, что меня спасло, когда была такая жара безумная. И я такая, ой-ой-ой, лед, лед. Называется он лед еще. Легендарный кислород. Было написано лед или лед. Спрей. Лед. А я прочитала лед. Ну, не суть важна. В общем, я прочитала лед и скорее хватает, хватает. И вот так. Была жара безумная. Вот сейчас мне очень хорошо. Значит, это вот такой вот спрей. Аэрстрим. Легендарный кислород. Экспресс-действие. Спрей-лед для лица. Что он где? Для всех типов кожи. Идеальное средство для мгновенного увлажнения, защиты молодости вашей кожи. Он обладает охлаждающим эффектом, повышает тонус. О, глаз попало. Но, честно говоря, когда я прочитала лед, может быть, это все-таки и лед, если охлаждающим эффектом. Я, честно говоря, ожидала, что я прям попшикаю и будет прям, знаете, вот холодок идти. Ну, видимо, наша жара сильнее всех этих ледов. И я, честно говоря, не почувствовала такого холода, да, но освежила конкретно мое лицо. Повышает тонус кожи, устраняет следы усталости, придает новые жизненные силы. Портативный флакон со спреем всегда удобно носить с собой. Да, мне это, в общем, полезно и интересно. Я люблю всякие такие штучки, которые нужно пшикать поверх всяких кремов и так далее, освежать. У меня много таких. У меня гиалуронка была такая. Ну, кстати, Фаберлик не нашла гиалуронки. Если бы там была, я бы купила. У меня есть какой-то другой состав. Потом у меня еще есть спрей. Ну, это все другой фирмы. Сегодня у нас о Фаберлике. Другой спрей, который усиливает действие, знаете, омоложение. Я, бывает, кремом намажу и брызгаю. Ну, я думаю, что вот это похожее что-то, да? То есть, брызгаешь и молодеешь, кайфуешь. В общем, вот такая штука. Вот такая штучка. Далее поехали, далее, далее, поехали. Я опять взяла. Меня иногда спрашивают, пишут мне в личку, что бы ты посоветовала для ухода, для увлажнения лица. Я нашла для себя. Беру уже второй раз, потому что мне очень нравится. Его, правда, здесь чуть-чуть. Это клеточная сыворотка для лица. Ультрапитание для сухой кожи. Реально очень крутая вещь. Очень крутая вещь. Я уже на самом деле почти использовала одну. И вот вторая. Очень быстро сохнет, не оставляет следов. И даже с автозагаром очень классно. С автозагаром тоже очень классно использовать, потому что, ну, не оставляет следов. Очень быстро впитывается, и кожа реально такая мягенькая-мягенькая. Вот второй раз уже беру такую штуку. У меня достаточно сухая кожа, и когда мне делали макияж, я помню, в Маке вроде... Не, в Мак, кстати, они сказали, что у меня достаточно хорошая кожа, а вот в другом месте, где ты делала макияж, они сказали, что кожа у меня требует увлажнения. Ну, может быть, как раз-таки я уже пользовалась этим? Может, как раз-таки после него вот нормальная стала кожа? Неизвестно. Также я решила взять пасту, попробовать зубную. Я очень люблю мяту нежную, нежная мята эта. Здесь запечатано. Сейчас мы откроем. Да, очень приятная, зелененькая. Кто в детстве ел пасту, кстати? Скажите мне. Я помню, что ела, знаете, были цветные такие. Я не помню, как назывались они, там, Аквафреш или еще что-то. И они были прям такие вкусные, но еще ребенком. Но почему-то мне всегда было, ну, противно. То есть оно классно-вкусно ешь. Но я вот так вот на язычок всегда пробовала, и все. А вот так, чтобы прям есть, мне как-то подтошнило. Это все-таки зубная паста, то есть чистящее средство. И как-то оно у меня не сочеталось с тем, что это нужно как-то есть, даже если это вкусно. Никогда не хотелось мне есть зубную пасту. Вот. Значит, смотрите, зубная паста. Знаете, что я заметила? Что вот зубные пасты у меня есть. У меня очень много зубных паст. Штук 5-6 там сейчас у меня лежит. И я замечаю, что в последнее время, что от некоторых зубных паст очень быстро появляется налет на зубах. То есть такое ощущение, что паста не защищает. Хотя заявлено, что должна защищать. В общем, я решила попробовать, потому что я недовольна в последнее время. Пастой, какой я чищу в последнее время, мне кажется, что она делает еще больше налет на моих зубах. Так, что еще мне попадается тут в ручке? А что это оно раскрыглось? Я надеюсь, оно не разлилось. Только что, наверное, раскрылось. Это средство... Плотненько. Это средство давно тоже хотела купить, потому что у меня появились туши водостойкие. По-моему, я тоже Фаберлик заказывала. Ну, так как пляж, все дела. Водостойка намазалась. Ресницы надо снять. Все никак не могу найти и дойти. И где, блин, снимите мне ресницы кто-нибудь. У меня уже подруга скоро начнет заниматься наращиванием ресниц. Я, наверное, к ней пойду. Она мне снимет и сделает новые. В общем, это средство такое, которое снимает и обычный макияж, и водостойки. Два в одном. Тут она прозрачная, тут она синенькая. Вот так вот взбалтываешь. Что за запах, кстати? Давайте попробуем. Двойной эффект. Почти ничем не пахнет. Это классно. Меньше запаха и лучше живется. В общем, давно хотела купить и заказала тоже. Мне нравится. Подходит для чувствительной кожи вокруг глаз. Удаляет водостойкий макияж, успокаивающий и свежающий эффект. Не содержит синтетических отдушек. Экстракт алоэ и аллантиом. Аллантоин. Вижу одно, читаю другое. Это про меня. Так, что я еще купила? Ага, представляете, недавно купалась. Такая, ищу, ищу, и не могу найти гель для душа. Ну, у меня один гель для душа был в коробочке. Красоты. Я эту коробочку просто еще не распаковывала. Она лежала. Но я уже положила. Получается, у меня один гель для душа. Но до того, как я распаковала эту коробочку, я уже заказала себе фаберлик гель для душа оранжевая Мехико. Так они классно презентуют, честно говоря, вот оранжевая Мехико. Такие названия, и я сразу такая, в Мехико прям оказываюсь. Но запах реально очень крутой. Они немножечко там рассказывают, да, раскрывают секреты запаха. Ну, правда, необычный. То есть он и с кислинкой, и какой-то чай, и сладенький, и цитрус, и что-то все вместе. Ну, прям вот подходит, подходит вот это вот оформление этому запаху. То есть оранжевый, вот апельсин, цветок какой-то необычный здесь. Опунция и сочный апельсин. Ну, очень крутой, очень крутой вот этот запах. Мне нравится. И также я взяла мыло, потому что заканчивается мылка у меня. Я очень люблю с дозаторами брать. Это без дозатора, но я перелью куда-нибудь. Вот что я решила сделать. Кстати, вот, давайте понюхаем. Витаминное жидкое мыло, клюква, земляника. Вот я его, по-моему, еще не нюхала. Ой, это сладюшка моя. В общем, классно. Все, у меня такое обновление. Вот этих вот всех вещей. Я вот этим довольна. Ну, и, соответственно, как в прошлый раз, я опять заказала. Только я еще решила заказать шампунь. Да? А сколько я их заказала? Шампуней. Два шампуня. Почему? Потому что у меня как раз-таки закончился шампунь, который мне привозила из Израиля моя подруга. Там очень классный дозатор. И он такой большой, знаете. Я решила взять два, перелить туда, потому что очень удобно с дозатором. И так как я обожаю бальзамы, именно вот этой фирмой с морожкой. Вот они два. Я их купила еще два кондиционера. Я тоже их хочу. Короче, взять такие две банки с дозатором, удобные. И просто перелить туда вот этой и вот этой, чтобы быстро пользоваться. Потому что это клево. Это 79 рублей. Волосы после них шелк. Это что касается кондиционера. Я уже всех подсадила на это. А вот что касается шампуня, я еще не пробовала. Но я думаю, что на уровне. Шампунь я взяла как раз-таки попробовать. Но сразу взяла два, потому что они недорогие. И чтобы их вот в тот, вот в тот, короче, добавить. Ну, вы меня поняли. Дальше. Еще какую-то я водичку. А-а-а! С гиарулоновой кислотой! Мицеллярная вода с гиарулоновой кислотой. Ну да, это не гиарулонка, которая пшикать вот так. А это мицеллярная вода. Знаете, брала я и молочко мицеллярное сейчас появилось, и гель мицеллярный. Точно так же он и в Фаберлике есть. Но я поняла, что водичка для меня удобнее всего. Потому что я не люблю, когда ты на ватный диск что-то выдавливаешь, да? А потом это еще надо как-то размазать. А когда ты водичку на ватный диск делаешь, то он весь уже пропитывается, и ты просто наносишь, да? Не нужно тебе там ничего размазывать. В общем, не люблю я, когда оно не жидкое. То есть мне понравилась жидкая мицеллярка. Поэтому я взяла. Еще она с гиарулоновой кислотой. Очень круто. Вот так вот. Вот такая вот. Мне очень нравится. Я, короче, буду вот эту брать теперь водичку. Ну, я думаю, что она тоже будет хорошо стирать. Ну, посмотрим. Я не пробовала еще. А, смотрите, шампунь два в одном. А, я решила попробовать, кстати. Кто пользуется шампунем бальзам два в одном? Раньше, кстати, было такое. Фапонтиин или еще где-то. Но мне стало просто интересно проверить. Потому что такую штуку было бы удобнее брать с собой. Вместо того, чтобы брать отдельный шампунь, отдельный кондиционер и кучу всего, взял один. То есть ты помыл, и волосы шелк. Вот мне, кстати, стало интересно проверить. Так что я беру вот такую вот два в одном шампунь и кондиционер и проверю, действительно ли это работает. Ну, я уже знаю, какие волосы должны у меня быть, поэтому проверю. Также, смотрите, я нашла еще новые вот такие вот консилеры. Я консилеры прям беру всем скопом. Я уже беру постоянный консилер Фаберли, который вот так вот выдавливается. Самый светлый, он на самом деле не светлый. Он вот сейчас на мою загоревшую кожу идеально ложится и все скрывает. То есть замечательно. Я им довольна. Но также я взяла, потому что вот в том есть светлый и темный, да, консилер, который вот так вот выдавливается. Он в черный такой, сиси. Сиси, по-моему, там, да, написано консилер. А вот эти, там было четыре цвета. И я уже не знала, какой выбрать. И я взяла беж стандартный, да. Так, где тут написано вообще цвета? Ай, номера. Ну, в общем, двоечку. Я взяла двоечку и троечку, потому что не знала, какой мне подойдет. Но в итоге моя вот сейчас это двоечка. По-моему, это беж. Такой классический беж. Следующая там слоновая кость идет. Сейчас я покажу вам. И троечка. Он идет потемнее. Ну, возможно, когда я еще посильнее загорю, он мне подойдет. Кстати, я была недавно в гостях у Лены моей. Она вообще занимается Фаберлик. И, ну, мы там, в общем, занимались делами. И она показала мне интересную вещь, которую я тоже хочу Фаберлик заказать. Там идет два в одном. Там идет основа под макияж. И, ну, тональный крем. Оно такое легкой текстуры все. Такое два в одном. И мне прям понравилось. Потому что она подстраивается под кожу. В общем, я когда возьму, я вам покажу, да? Вот, смотрите. Видите, да? Вот это цветлее. То есть он сейчас мне идеально. Чуть-чуть я подзагорю, будет уже вот этот цвет. То есть, ну, они классные. Мне тоже нравятся. И, во-первых, я думаю, что это удобнее. Они раскрываются вот так вот, да? То есть я сначала такая думала, что это просто крышечка такая. Открываю, хотела выдавливать. Открываю, открываю. Думаю, блядь, тянется. То есть я думаю, что это более удобно, потому что можно выжать. Выдавить. Можно выдавить, когда будет заканчиваться. То есть мы поднадавим, да, и что-нибудь наберем. А когда она не мягкая, то есть вот эта мягкая упаковка. Когда она не мягкая, то есть оно где-то осталось. Уже там нужно ждать, пока стечет или еще что-нибудь. Ну, в общем, вот так вот прекрасно растушуем. Сейчас я растушую. Ну, кстати, вот это вот, до которого более темнее, тоже идеально так ложится под меня. Ну, вот я чуть-чуть растушевала. Вообще не видно, да? Смотрите, как красиво. Ну, мне вот это понравилось тоже. Ну, и последнее, что на кухне красоты своей я поэкспериментирую, и сделаю вот такие вот мелки для волос там. Да? Мне прям интересно сделать будет. Ну, я, наверное, отдельное видео сделаю. Сделаю какие-то прядки аккуратненькие. И протестирую именно вот этот вот мелок от Фаберлик. Тут прям какая-то, не знаю, надо мочить, не надо. Ничего не написано, никакой инструкции. Наверное, там. А ну-ка. Взяла розовый, ну, чисто попробовать. Он прост. Может быть, он с сухой работает. Давайте попробуем. Мне кажется, надо мочить все-таки. Оп! Прядка. Прядка раз, прядка два. Ну, не знаю. Да нет, наверное, надо намочить все-таки, я думаю, и сделать. А я ничего не взяла намочить. Ну, давайте намочим вот этим вот спреем. Маленький кусочек. Чего отдельное видео снимать, да? Сейчас все и покажу. На небольшом участке волос. Сейчас мы его... Я люблю все делать вот так вот, прям, непосредственно. Случайно. Так. Крышечку убираем. Так. Да? Смотрите, какая прядка красивая. Она должна высохнуть теперь. У меня, кстати, есть видео. Я мелки какие-то покупала в другой фирме, конечно. Ну, симпатично, да? У меня еще туши есть. Я как-нибудь, знаете, что сделаю, наверное, видео. Я прям все туда и туши, и вот этот вот мелок. Ну, очень удобно. Смотрите, руки чистые практически. Ну, это потому, что я пальцем мазала там, да? Ну, в общем, вот. А мелок выглядит вот так, смотрите. То есть здесь вот такая вот штучка, которая как раз-таки благодаря ей надавливается на мелок. А здесь мелок просто. И все. Очень удобно. Вот такая крышечка, чтобы он там не рассыпался, не портился. Мне кажется, очень удобно. Там всего три цвета. Розовый, голубой и зеленый, по-моему. Если я не ошибаюсь. Или синий. В общем, зайдете, посмотрите. Все. Ссылку оставлю я на Faberlic внизу. Проходите. Смотрите, что вам нравится. Цены замечательные. Покупки прекрасные. Я была рада всем с вами поделиться. Если вы что-то покупаете в Faberlic, тоже хорошее. Прям для вас это находка. Вы покупаете это не первый раз. Пишите, говорите мне. Я тоже хочу это попробовать. Например, я пришла к клейник своей одноклассницы. Увидела какие-то вещи. Говорю, ух, я тоже хочу попробовать. И уже планирую что-то взять. А вообще я люблю, когда у них какие-то новинки. Каждый каталог у них новинки. И мне что-то новенькое нравится брать. Вот мелки. Это новинки. Вот. Не помню, что еще новинки. Ну, в общем, вот так. Все, мои хорошие. Я надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Вы что-нибудь нашли для себя интересное, что бы вы хотели приобрести. Все. На этом все мои покупочки закончились. Я прощаюсь с вами до следующего видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока. Увидимся в следующем видео.